всем доброе утро у нас вернулась зима опять дождь и холодно но это так на день на денек я думаю всегда перед верным воскресеньем у нас вот такая вот погода всегда почему-то не знаю сюда похолодание дождик смотрите какая погодка тучки все небо в тучках прям не просветика ничего хотя через полчаса может быть совсем другая картина у нас такая погода в израиле непредсказуемая мы едем школу пацаны пошли покупать тормозок ну вот потому что конец месяца вот я эту неделю всю работу и получается потому что ту неделю я не работала была болела вот и она мне на этой неделе дала больше часов для что и большое спасибо чтобы выровнять мое положение вот так что мы едем с мальчиками в школу работаю сегодня вечером я надеюсь к тому времени когда мне нужно будет идти на работу погода немножечко изменится так как я на работу еду пешком вот и не хочется попасть под дождь и потом сидеть еще шесть часов на работе мокрой все будет нормально вчера мы были у родителей и мне пришло там много посылочек так что сегодня я сейчас приеду домой отвезу пацанов в школу и приеду покажу что мне там пришло прошло очень много всяких интересных штучек я дома ну поняли уже наверное да у нас уже двенадцать пятнадцать минут первого вот я тут разложила вещички которые я получила с алиэкспресс которые заказывала вот и сейчас быстренько я решила все таки это заснять да кстати я уже побывала в супер вот если вы видите пакет неразобранный который я еще не успела разобрать я бросила стирку в машинку я по что еще сделала много вещей уже по поделала поэтому скоро мне уже ехать за пацанами через час поэтому если я уже пообещала вам снять то что мне пришло с алиэкспресс так я уже сейчас засниму по-быренькому и все так что я разложила все вещи которые мне пришли именно вещи вот это вот платье которое я заказывала в принципе неплохое платье но вот это вот трюшечка я конечно думала что она совсем другого материала совсем другое качество поэтому не знаю я как бы заказывала это платье у нас скоро будет я уже по-моему говорила в мае будет такой праздник праздник нет не праздник будет ну ладно забыла слова вылетел от головы неважно короче у нас будет события до радостное событие праздника ходите это называете вот и я хоть думала что это платье мне как раз подойдет вот под нашим под наши гуляния которая у нас намечается в май но нет не подойдет потому что такой дешевенький вид конечно платье это не не подойдет все равно придется искать что-то здесь может быть по скидкам не знаю одно на какую-нибудь такую свадебку в принципе вполне можно одеть в принципе можно одеть стоило и заплатила за это платье я не знаю сколько 15 долларов 10 долларов где-то так но что-то такое в районе 35 долларов что-то такое вот потом не пришла вот это вот кофточка которую я заказывала кофточка мне понравилось кстати я померила единственное когда я в первый раз увидела когда мы вчера у родители были я развернула все я увидела вот эти рукава и они прозрачные я конечно думала но по фотографии я думала что они не прозрачные именно из материала но не такие прозрачные я испугалась все-таки как это будет выглядеть но когда я померила то кстати все нормально кофточка в принципе нормально смотрится хорошо даже смотрится я могу сказать и качество достаточно тоже хорошего удовлетворительно никаких ниток нету кстати вот платье до качество здесь немножечко похуже но я ничего не могу сказать то есть никаких ниток ничего не торчит то же самое здесь никаких нитки ничего не торчит все как бы нормально сделано, и я заказывала платье large, у меня 167 сантиметров рост, и 76, сейчас килограмм 76, да, раньше было 78, и мне подошло прям хорошо, села на меня, хотя мама думала, что я в него не влезу, но я влезла, все нормально, даже было место, вот, и третья моя одежка, которая мне пришла, кофточка, вот эта, кстати, классная, только нужно будет под нее одевать какую-нибудь маечку, потому что она прозрачная, просвечивается, вот такие вот ананасики, кофта классная, кстати, размер я была large, но у него такой вот тягущий лайкроматериал, вот, конечно, вот эта маечка мне в облипочку, как по мне, так можно было бы взять размерчик побольше, но так как я худею, так что, да, в перспективе, что я еще где-то килограммчиков пять, мне так хочется, потеряю, и тогда эта кофточка будет смотреться на мне вообще идеально, сейчас она тоже на мне, в принципе, нормально смотрится, только что она меня облегает полностью, вот, ну а так, в принципе, нормально. Ну и последние вещи, которые я получила, это вот такие вот бульонки, по-моему, они называются на русском, не знаю, короче, вот такие вот штучки, кружочечки маленькие, очень красивенькие, для дизайна ногтей, кисточки тонкие, которые я здесь в Израиле у нас искала во всех магазинах, во всех учреждениях, где вот проводятся курсы и так далее, вот, и я не могла найти, а вот, и если я что-то и находила, то она стоила каких-то невероятных денег, вот, и я вот нашла в Элиэкспресс, и вот я еще, конечно, не пробовала, вот, ну, просто вот по ворсинкам и по толщине я вижу, что они очень классные, тоненькие, я думаю, что ими будет очень удобно рисовать, я надеюсь. Конечно, еще не пробовала, обязательно попробую, не сейчас, когда-нибудь, когда будет время, когда я не буду работать, вот, и я заказала себе вот такой вот штатив, он как для камеры, так и для телефона, здесь еще можно немножечко выдвинуть, мы там с папой вчера его смотрели, рассматривали, нам очень понравилось, тут даже вот есть вот такая вот штучка, как это, термометр, не знаю, что это такое, ну, короче, выставлять, чтобы все было ровно, в принципе, очень устойчивый, такой маленький, хороший, компактный, если вы там хотите, не знаю, где-нибудь сделать видео, вот я надеюсь, скоро будет у нас повода хорошая, будем с пацанами выезжать побольше на природу, будем его обязательно с собой брать, и так как он маленький, то есть в любую сумку, в любой рюкзак он спокойно залезет, вот эта вот штучка еще выдвигается, просто сейчас не могу одной рукой вам показать, вот, но вот эта штучка еще выдвигается, он где-то вот такой вот высоты, да, вот так где-то еще, ну, где-то еще, наверное, на сантиметров 20, наверное, еще вот так выше становится, по-моему, если я не ошибаюсь, 15-20 максимум, вот так, так что пока что все, что я заказываю в Алиэкспресс, мне нравится, конечно, я немножечко разочаровалась в платье, то есть мне все равно придется покупать платье, я так не хотела этого делать, вот, ну, а так, в принципе, все, что как бы мне нравится, то, что действительно, как бы, я надеюсь, что эти вещи буду носить, ноутков-то точно, майку точно, платье, я надеюсь, как-то тоже, не знаю, найдем какой-нибудь для нее вечер, или не знаю что, походу, в какой-нибудь ресторан, все-таки я его одену, вот, ну, в принципе, за 35 шекелей, в принципе, нормальное, вполне нормальное платье, ну, вот такие вот покупочки получились у меня, там я еще жду, это еще не все заказы, еще не все заказы пришли, которые я заказала, там я еще заказала, еще должна прийти мне майка одна, должна прийти, должно прийти платье, именно такое, типа платье сарафан, для пляжа, для бассейна, и так далее, потому что, вот, с сестрой, говорила по телефону, как раз я говорила, что всегда вот, когда едешь на пляж или в бассейн, хочется одеть что-то такое очень удобное, которое быстро снимается, быстро одевается, и чтобы тебе было не жалко, вот как раз в Алиэкспресс я нашла такое платье, по-моему, оно стоило или 15, или 20 шекелей, вот, и вот как раз такое платье я заказала, вот это оно не пришло, двое кофт мне еще не пришло, и еще что-то, а, пилочки я заказывала, кстати, пилочки, я думала, должны прийти вот вместе со всеми вещами по дизайну, но вот пилочек до сих пор нету, заказывала пилочки для ногтей, до сих пор не пришли, все вроде пришло, а пилочки не пришли, вот так-то, ну вот и все. Всем доброе утро, смотрите, какое у нас пополнение в семье, мальчикам подарили два попугайчика, смотрите, какие хорошенькие, Луна, это девочка и мальчик, девочку не назвали Луна, а мальчика Рекс, по-моему, если не ошибаюсь, и вот наш Ред плавает, мы, кстати, уже это второй аквариум его, один мы разбили, ну так получилось, что стол упал письменный, вот, и разбился аквариум, но рыбку мы спасли, купили ему вот еще один аквариум, теперь он балдеет, вы попугайчики? сегодня у нас 29 марта, ребята, четверг, погода такая прохладненькая, солнечная, утром был дождь, ой, будь здоров, спасибо, были тучи, тучки и сейчас есть, но вот солнышко вышло, ветерок такой прохладный, кстати, на улице, вот, но дождя нету, посмотрели погоду на воскресенье, потому что воскресенье праздник, посмотрели погоду, вроде 28 градусов, солнышко, значит, будет тепло, вот, скоро мне через час уже ехать за пацанами, 11 часов, сейчас в 12 часов мальчики заканчивают, так как сегодня последний день учебы, и у них сегодня короткий день, в 12 часов я поеду за ним, и я за ними, я надеюсь, что мы где-нибудь поедем, мне все-таки не купила, то, что мне нужно, никакую кофточку, ни блузочку не купила, хочу посмотреть у себя еще что-нибудь на ноги, туфельки какие-нибудь, не знаю, что-нибудь удобное было, и симпатичное, всем доброе утро, и приятного всем аппетита, кто собирается завтракать, обедать, или ужинать, и так далее, у нас сейчас завтрак, сегодня у нас 30 марта, первый день каникул, пацаны, на весенних каникулах, вот, я делаю завтрак, кому-то омлет, а кому-то буррекосы, вот, поставила в духовку, и будем завтракать, погодка у нас, погодка у нас вот такая вот, да, туман, дождь, ветер, тучи, и так далее, все, что с этим связано, вот такая вот у нас сейчас погодка, не получилось красивенько перевернуть, как всегда разводился мой омлет, перед этим я делала, кстати, у меня получилось, получилось такой один красивый, ровненький блинчик, но в этот раз у меня не получилось, смотрите какое кино поставили мои мальчики, сразу настроение поднялось, классный фильм, ну это классный фильм, сыночка, это мировые фильмы, мы сейчас спускаемся вниз к моей невестке младшей, она сегодня делает пасхальные печенюшки, вот, она сегодня делает, а в следующий четверг будет делать моя свекровь, и все, на этом приготовление пасхальных печенюшков, печенюшка, печенюшек у нас заканчивается, спускаемся все вместе, потому что мальчики уже на каникулах, все, ладно, мы пошли, ужасно холодно, ужасно холодно, всем привет, привет, сегодня у нас 31 марта, и наконец-таки у нас классная погода на улице, нет у нас ни тучек, ни дождя, ни ветра, очень хорошая солнечно-теплая погода, наконец-таки большое спасибо, так как завтра вербное воскресенье, завтра праздник, поэтому очень всем хотела, чтобы было тепло на улице, вот, сейчас я нахожусь на работе, и в течение этой всей недели я снимала небольшие кусочки, сейчас я должна себя заставить смонтировать видео, сделать, склеить, и выставить на ютуб, и поэтому это было такое приветствие, а также я сразу говорю, всем пока-пока, и до встречи!